Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии приступил к организации пунктов пропуска в Алеппо. Гуманитарная операция проводится по поручению Владимира Путина совместно с сирийскими властями. Тремя коридорами могут воспользоваться как мирные жители, так и боевики, которые сложат оружие. Еще один проход открыт для выхода из Алеппо боевиков, которые пока не готовы разоружиться. С воздуха разбрасывают листовки с информацией о возможности выхода из засажденного города. Население также оповещает по радио, телевидению, через громкоговорители. На выходе из Алеппо организованы Центры по приему беженцев. За время боевых действий они уже приютили 40 тысяч человек. Как вы знаете, сейчас открыто 4 коридора, по которым желающие могут покинуть блокадные Алеппо. Мы с нетерпением ждем людей, уставших от войны. Готовим эти дома. Работа идет полным ходом. Здесь, например, готова вся инфраструктура. Подключены электричество и водоснабжение. На выходах из Алеппо готовы и пункты питания. Главная кухня в центральной части города работает круглосуточно. Там ежедневно готовят 25 тысяч порций. Часть и дыр сдают на месте, а остальное развозят по районам. Боевики в Алеппо находятся в плотном кольце. На этой неделе правительственные силы освободили один из главных оплотных террористов в городе. Район Бонезет, который они контролировали 3 года. Сирийские военные приступили к обезуреживанию мин и самодельных бомб. Жители Алеппо вздохнули свободнее. Россия большой друг и всегда им будет. Я надеюсь на победу. Мы уже 6 лет противостоим террористам. Ваша авиация нам помогает. Сирийская и российская армии вместе большая сила. Это настоящие друзья и все восхищаются героизмом этих бойцов. По разным оценкам в районах Халипо, которые все еще удерживают боевики, сейчас остается от 200 до 250 мирных жителей. Начало совместной российской сирийской гуманитарной операции приветствовал спецпосланник ООН Стафан Демистура.